Ого! Слухай, а тебе иначе 20? Право на Орфорте нормализует сечевыпускание, оздоровляет простату, подсиляет либидо и потенцию. Человеки оценят. Женки запоминяют. Один из мифов, который Владимир Путин использует для оправдания войны против Украины, это то, что Россия якобы никого и ничего не захватывает, а лишь возвращает себе свое. Мол, нет никакой Украины, это всего лишь одна из колоний Великой Империи, которую он, Владимир Путин, возрождает. В связи с чем, российскую агрессию против Украины эксперты уже называют последней колониальной войной. Здравствуйте, меня зовут Константин Игначук. И сегодня обсудим, действительно ли Путин ведет колониальную войну, и возможно ли еще такое в 21 веке. А мои собеседники – политолог Николай Давыдюк, дипломат Руслан Осипенко и глава общественной организации Центра прикладных исследований Андрей Каракуц. А начнем мы с определения, что же такое колониальные войны. Что такое колониальные войны и зачем они велись? Это понятие употребил и президент Зеленский, когда выступал перед африканскими странами. Почему именно такой термин он использовал? Вот как раз по отношению к странам Африки, странам Америки, в первую очередь южной, центральной. Европейские страны долгие столетия ввели так называемую захватченческую политику, политику колонизации, которая была направлена на то, чтобы подчинить общество этих стран, заставить их платить ренту, эксплуатировать их. И как раз XIX век, в первую очередь, XVIII столетие, в целом с XV столетия, с эпохи открытия Америки, Колумбом, во всем мире велись так называемые клоняемые войны между большими европейскими странами, так называемыми метрополиями, которые пытались захватить все новые и новые колонии в тех частях света, в которых не было их соперников. Ну, либо, если уже были соперники, то велись в том числе и войны между этими странами, чтобы разделить существующие территории. То есть это был многовековой процесс, который как раз свидетельствовал об имперских захватнических планах отдельных стран. Можно ли назвать войну России против Украины колониальной войной? Для нас она деколониальная. Мы освобождаемся, и действительно, после Советского Союза, и вот этих метастазов Советского Союза. Потому что, ну, давайте честно, Советский Союз распался, но с Беларуси он никуда не ушел. В Советский Союз распался, но с многих стран Кавказа он не ушел. В Средней Азии он не ушел. Украина его выгоняет просто священной водой и саблюет. Но он тяжело выходит, вот просто так не выметается. Но мы делаем все возможное. И декоммунизация в 2014 году, когда они напали на Донбасс, на Крым, мы снесли 5000 памятников Ленину. Ну, нигде такой идеологической чистки в мире не было, чтобы 5000 памятников выносили с одного государства. Я скажу по одной простой причине. Не было любого другого государства, которое было больше. Исключение только Россия. 6000 памятников Ленину. Даже Испания Франко, которая в каждом селе ставила памятник Франко, меньше. В десятки раз меньше. Муссолини в десятки раз меньше. Гитлер в десятки раз меньше. Ленин. Ну, казалось бы. Вот, поэтому, да, мы почистили, мы сейчас чистим Пушкиных, мы чистим всех остальных писателей Русской империи, которые несли на себе кровь, империализм и колонизацию других народов. Русские, наоборот, хотят оставить нас в своей сфере влияния, в гибридной форме, в прямой форме, неважно. Но наличие пророссийских партий в украинском парламенте говорит о колониальности. Исключительно. Нет таких симпатий в британском парламенте. Это французская партия Лондона. Или, там, я не знаю, мексиканская партия в Конгрессе США. Да, говорят, он представляет национальное меньшинство. Ну, американские национальные меньшинства, а не народ Пакистана. Или, например, возьмем Британию, да. Мэр Лондона пакистанец. Но он не представляет государство Пакистана. Или как русские. Это тоже вопрос на ответ. Русские радовались и говорили, ну все, Риши Сунай, индус. А значит, он будет представлять Индию. Тогда, а мы с Индией в коррупции, хорошо. Соответственно, он, типа, будет теперь с нами. Он приходит, встает к премьер-министрам, прилетает в Украину, обнимает Целенского, говорит, люблю Украину. Бори Джонсон любил Украину. И я буду ее любить. Вам деньги, ПВО, армия. Все, что надо. Разведданные. Они говорят, как-то нелогично. Индус же должен быть с нами. А он не индус, он британец. Он просто индийского происхождения. И русским колонизаторам этого не понять. Вот их в голове все покупается и продается, и подчиняется. А сегодня свободный мир. Я бы сказал даже так, что это борьба. Для нас это деколонизация 100%. Но в мире это борьба за последнюю империю. Россия, проиграв эту войну, рушит. Она рушится, просто посыпется. Потому что ей повезло не посыпаться в прошлом веке. По большому счету, в прошлом веке все империи рассыпались. Франция, Британия, Германия. Все остальные. Испанские колонии посыпались еще раньше. Но Россия единственный континент, который остался. Вот все то, что было в Африке у французов, или все то, что было в Азии, у британцев, у русских осталось на своем континенте. Они в Евразии сохранились. И это как раз-таки проигрыш в этой войне. А это говорю, соответственно, как политолог. Любой диктатор, проигравший большую войну, падает. И режим падает. Соответственно, и границы рух. Я думаю, можно вполне ее назвать колониальной, но с особенностями. На самом деле колониальные войны вели более развитые цивилизации и захватывали более неразвитые страны, где не сформировался какой-то строй. Вот посмотрите Римскую империю. Как она там шла и захватывала другие менее развитые государства. Несла туда торговлю, несла туда дипломатию, римское право и много-много чего, что не имели другие народы. То есть всегда говорили, что Рим это свет среди варварского мира. То есть это законы, это цивилизация, это безопасность, это торговля и так далее. Россия не является сегодня доминирующей такой силой, которая бы несла позитивную какую-то концепцию другим народам. Как раз вот эта самая главная проблема, с которой столкнулась Россия. То есть она хотела бы с ее точки зрения вернуть, как колония, свои бывшие территории, которые она считает, что это ее. Вот Украина, Польша в Европе, может даже Финляндия, которая принадлежала ей. Но она ничего не может дать никакого концепта будущего, позитивного. Даже для самих россиян, я уже не говорю по внешнему контуру, по тем странам, которые были когда-то в составе Советского Союза, она не может даже дать позитивного концепта будущего своим народам. Фактически единственный концепт – это величие, что мы большие по территории, что мы сильные, что у нас была там сильная вторая армия в мире, нас все боятся. Вот это как-то, вот эти штампы, значит, превалировали на этой территории. Никто не говорил о том, чтобы перестать делать пушки, а дать людям масло, скажем так, создать какие-то комфортные условия для жизни, поставить права человека в центр всех политических процессов, сделать государство, которое бы обслуживало интересы народа. Притом, это все можно было сделать, потому что колоссальный ресурс имеется на этой территории и у этого государства. Но все было направлено на то, чтобы примитивно, экстенсивным методом присоединять территории, как это было в 19 веке. Эти колониальные войны, они себя уже просто в 21 веке изжили. Уже общество развивается совершенно по другим законам. А вот в Москве, в Кремле, к сожалению, ретрограды живут, которые считают, что захватив более богатые, как они считают, провинции, они могут дать толчок или второе дыхание, значит, вот этой умирающей империи. Уроки, которые получило человечество, не были, как следует, обдуманы Кремлем. И он продолжает до сих пор вот эту имперскую политику, пытается захватывать новую территорию, тем самым обосновывая свое существование. То есть, если во всем мире империи фактически перестали существовать в 20-м столетии, то Россия, она не только переродилась сначала в Советскую империю, потом после распада СССР осталась в качестве Российской Федерации, она продолжает свое существование. И вот пока существует эта империя, безусловно, она будет пытаться и дальше проводить одну понятную ей политику, политику насильственного захвата территории, реассимиляции насильно захваченного населения и будет пытаться дальше эксплуатировать ресурсы этих территорий. Но говорить о том, что эта политика жизнеспособна, это очень глупо. Почему Россия решилась на откровенную колониальную войну? Это сохранение власти в Кремле людей, которые, скажем так, полностью потеряли чувство реальности, которые, имея достаточно высокие доходы от продажи энергоресурсов, других ресурсов, получили в свои руки достаточно большой ресурс, как финансовый, так и военный, для продвижения своих фантазий. Из-за того, что форма правления Российской Федерации является авторитарной, уже, по сути, идет к тоталитарной, нет никаких ограничений для ведения такой ошибочной политики, как в виде гражданского общества, либо какого-то разделения власти. Для того, чтобы вся власть сосредоточена в Кремле, они могут принимать абсолютно любые решения и знают, что не понесут за это никакого наказания. Ну, по крайней мере, внутри государства имеется в виду. Поэтому и ведется такая война, которая, по сообщениям западной разведки, она фактически была задумана Путиным во время общения с еще одним потомственным украинцем, которые в роду были украинцы, Юрием Ковальчуком, который как раз ему и внушил вот эту идею, что необходимо восстанавливать ту империю, которая была, и только с Украиной Россия может стать достаточно великой державой, способной противостоять Соединенным Штатам, противостоять Китаю, и, получив ресурсы Украины, население Украины, сможет таким образом увеличить свое влияние на международные дела. То есть сама по себе идея, которая зародилась, что можно в 21-м столетии использовать методы 19-го века, она уже демонстрирует, что российское руководство и российское общество, которое ее поддержало, они просто находятся вне контекста, они не понимают, как работает современный мир. И как раз почему очень важно поражение России в этой войне, демонстративное, глубокое, для того, чтобы показать другим фанатикам, показать, что такая политика больше невозможна, что человечеству нужно сотрудничать, что глобальные вызовы, то же самое изменение климата, вот это те проблемы, с которыми нужно бороться, для этого нужна общая воля. Вместо этого мы видим, что в мире формируется несколько центров силы, и вот как раз Россия хотела стать одним из таких центров силы, но, как мы видим, не сможет. Кремль планировал не только захват Украины, но и стран Балтии, Кавказа, Средней Азии, но при этом изначально не предполагалось их присоединять к России, а установить марионеточные режимы и сделать их полностью зависимыми от Москвы. Можно ли такие планы также считать колониальными? Да, это продолжение той же самой колониальной политики, это создание, в целом, это создание зоны, сферы влияния, в которой Россия могла бы единовично утверждать свои порядки. И вот как раз, если брать план того, что могло бы быть, если бы России удалось быстро захватить Украину, я не сомневаюсь, что в следующие, буквально там уже через несколько месяцев, Россия бы начала войну против стран Балтии, возможно, против Польши, возможно, против Финляндии. Это как раз восстановление тех границ Российской империи, которые были утрачены в результате как раз Первой мировой войны. Эти планы, они никогда не скрывались, если посмотреть на риторику российских СМИ, посмотреть на заявления про то, что страны Балтии все равно в зоне интересов Российской Федерации и позволить им вступить в НАТО и ЕС. Это была большая ошибка со стороны Еевсена. Да, действительно, Россия, опираясь на украинские ресурсы, в том числе на насильственную мобилизацию мужского населения, я думаю, дальше бы пошла завоевывать какие-то новые территории. А почему Россия называет колониальной страной Соединенные Штаты Америки? Попытка искать отображение, найти, с кем мы воюем. Вот они колонизаторы, они фашисты, они вот-вот-вот-вот. Все самое плохое, что есть внутри самой России, она всегда пытается ретранслировать другим. Ну, к примеру, Украина фашистское государство, мы на них нападем. Ну, нападают, но ни одного фашиста не нашли. Но сегодня весь мир, G7, выходит с заявлением, Россия должна отвечать. Россия должна отвечать за те преступления, которые они делали. Соответственно, они признают, что фашисты русские. Сегодня русские самые нерукопожатные нации в мире. Сотни миллионов людей, которые вот просто дискредитировали себя на десятки лет вперед. Вот. И поэтому отношение к штатам. Но снова же, немцы, друзья, пока покупают газ, только перестали покупать газ за дорого фашисты. Французы, друзья, пока защищают, только перестали жабоеды. И так по всем. То есть у них нету, ты сказал, это хорошее государство. У нас не было никогда, я не знаю, никаких контактов ни с кем, например, ну, я не знаю, с Финляндией. Мы вместе не воевали ни против кого-то, ни вместе не воевали, ни между собой. Но мы всегда говорили, ну, это хорошее государство. Социально правильное построено, образование хорошее, экология хорошая, бизнес вести легко. Объективное отношение. Вот у них никогда объективного нет. Если они хотят тебя купить, они тебя залюбливают. Ты самый лучший, ты самый прекрасный, иди сюда, будь колонией. Или наоборот, они тебя видят в рога, соответственно, тебе приписывают все самое худшее, что находят в себе. Поэтому это, на самом деле, особенности как раз-таки русского государства. Знаете, это как раз есть поговорка, иногда по людям можно легко понять, кто они на самом деле, о том, что они говорят о других людях. Вот это как раз-таки ответ про Россию. Желание владеть колониями, подчинять другие народы – это не только и не столько про силу оружия. Это образ мышления. На чем строятся российские колониальные стремления? И вообще, есть ли смысл вести колониальные войны в 21 веке? Колониальное мышление присуще только Кремлю или ему подвержено и население России? Подвержено очень большое количество как раз населения. Почему? Потому что эта идеология, она как раз насаждалась многие десятилетия и даже столетия. То есть, сама по себе Российская империя, основанная как раз чуть более 300 лет назад, она строилась изначально на мифе, на мифе, да, что существует какая-то общность, которая принадлежит как раз так называемой России, да, миф был построен сначала в существовании Киевской Руси, затем на том, чтобы расширять за счет других территорий, но в целом вот именно не была осуждена до сих пор в самой России, да, вот эта глава в истории, когда насильственно собирались земли, насаждалась вот эта форма правления, да, довольно жесткая, тоталитарная, население этих территорий подвергалось чисткам, подвергалось насильственной так и русификации, то есть, вводился русский язык, вводилось образование российское, то есть, все эти процессы, они привели к тому, что действительно удалось создать какую-то общность в виде империи, да, создать такую искусственную по сути нацию, как русские, которые именно являются проводником вообще этого имперского мышления, поэтому и происходили, да, вот эти все движения национальные против российского сначала самодержавия, затем против советского и коммунистического строя, и в целом, вот именно поэтому Российская империя, она продолжает до сих пор распадаться, то есть, то, что мы видим до сих пор, это была фактически одна из волн распада России, сейчас мы, я думаю, мы будем наблюдать по мере ухудшения ситуации в самой Российской Федерации, будем наблюдать в том числе и распад этой страны, именно из-за того, что она продолжает оставаться империей. Можно ли считать, что Российская Федерация это колониальное государство, где в одних границах одновременно и метрополия, и колонии? Россия это колония больше, я бы сказал, потому что посмотрите, освоение шло с запада на восток, то есть фактически осваивали земли, вот наследие чингизидов осваивалось славянами, осваивалось славянами, и метрополия была в Киеве, Стольный Град Киев, потом смещение в сторону Москвы, когда ослабел Киев, и потом освоение земель, борьба за наследие чингизидов, возвращение. Вот это колониальные войны внутри самой империи, а потом она уже выходила за пределы свои, это и Восточная Европа, и выходы там Петр когда рубил окно к Балтике, там к морям, потом к теплым морям они хотели, то есть уже она начала жить, вот эта империя, когда было захвачено вот это наследие Золотой Орды, она начала расширяться, потому что логика любой империи это новые захваты, поглощение земель, которые находятся вокруг вас, и она приобретает новую роль, она берет на себя, примеривает рубашку уже метрополии, то есть она уже центр и она сама действует как империя, захватывая соседние земли, то есть на протяжении истории роль ее менялась, но все начиналось, на самом деле они знают, что начиналось все с Киева, со Стольного Града, поэтому они хотят вернуться и забрать вот это вот, откуда все начиналось. Если смотреть на форму взаимоотношений между Москвой и другими субъектами федерации, да, это очень сильно напоминает как раз такую имперскую структуру, в которой есть единый центр, метрополия, в данном случае это Москва, которая эксплуатирует другие территории, но с Россией это немножечко сложнее, почему, потому что есть и другие регионы, которые можно отнести к центру и которые не являются периферией, это тот же Петербург, это по сути города, которые на Волге, там преоплодает как раз российский этнос, который является ядром этой страны, но если брать, например, республики Северного Кавказа или брать различные национальные республики, которые находятся за Уралом, тут уже можно действительно видеть прямую аналогию как раз с колониями, которые эксплуатируются, кстати, в том числе в российско-украинской войне, когда российское руководство отправляет не, допустим, мобилизованных, то есть набирает мобилизованных не в Москве и в Московской области, а пытается это делать в первую очередь в национальных республиках, это вот как раз очень распространенная колониальная практика была во время в том числе Первой мировой войны, когда государства в первую очередь набирали свои вооруженные силы из национальных каких-то меньшинств из своих колоний, то есть тут мы видим, да, что такие формы существования внутри Российской Федерации колонии и метрополии до сих пор сохраняются. А есть ли смысл вообще вести колониальные войны в 21 веке? Защита от этих территорий стоила уже очень дорого. И государства тоже хотели независимости, развития образования, развития системы школ, пресса свободная. Оно приводило к тому, что люди говорили, ну а почему мы вам должны подчиняться? Простой базовый вопрос, а почему вы? А почему вы должны платить? А чего вы должны над нами издеваться? А что значит, что вы умнее, а мы глупее? И эти вопросы задавали в прошлом веке от Африки до Азии, до Латинской Америки, до многих других стран. И люди хотели нормально, прогресс шел вперед, развивалось. Плюс коллапс больших империй. Плохо управляли, не развивались, где-то застыли. Умножается на передел. Страны, которые инвестировали в промышленный прогресс, тоже начали развиваться. Логично назревал передел власти в мире. Соответственно, Первая мировая война, Вторая мировая война. Потом из этого давай избегать уроки. Империи, наверное, существовать не могут. Но мы видим и тот момент, что у многих стран бывших империй пошел процесс психоанализа. Вот, к примеру, Голландия. Она говорит, ну нет, не должно быть понятия золотого века государства. Потому что они говорят, если для нас, Голландия, это золотой век развития, искусство там, кораблестроение, архитектуры, но для стран в Азии, которые были колониями, это самые черные времена. Это когда мы их убивали, забирали все их деньги, а за эти деньги развивали искусство, архитектуру, корабли красивые строили. И они говорят, это стыдно и позорно в сегодняшнем веке гордиться тем, что ты был империей. И быть империей стыдно, потому что это претензия на убийство, это жизнь за счет других, страданий других, крови других, пота других. Но это рабство. И Голландия говорит, нужно отказываться от золотого века. Понятие золотой век, оно позорно. И они от него отказываются. А русские наоборот, у них не было золотого века, у них была колонизация других, убийство других. Но по большому счету роста и пика не было. Но они не отказываются от того, что они хотят быть империей. Клоняйные войны, они велись как раз в первую очередь за ресурсы, за право эксплуатации территории. Как правило, это были какие-то дефицитные товары. Например, в 15-16 столетиях это были специи, это были какие-то, например, драгоценные металлы. В последствии, вот уже в 20-ом столетии, стало понятно, что контроль над территориями, клонянными территориями, стоит очень дорого. И, по сути, он не оправдывается финансово. И в целом, захват как раз именно территории, с ее подчинения, является более, не является более эффективным. То есть, это практика, которая, скажем так, была определенной вехой в развитии человеческой цивилизации, однако, затем она отошла в прошлое, потому что есть более выгодные формы как сосуществования, так и сотрудничества. В первую очередь, это экономическая кооперация, которая позволяет как раз более эффективно использовать ресурсы и добиваться поставленных целей. То есть, уже как раз после нескольких волн деколонизации в 20-ом столетии стало понятно, что возврата к этой практике больше не будет. Ну и вот подобные войны, которые мы видим сейчас, которые начала Российская Федерация по отношению к странам бывшего Советского Союза, это как раз по сути анормально. Какими могут быть последствия колониальной политики для России? Общество действует уже совершенно по другим законам. Уже не за счет экстенсивного расширения, поглощения каких-то ресурсов человеческих или природных вы можете конкурировать и демонстрировать какие-то результаты. Сегодня доказано, что допустим малые государства могут конкурировать, например, те же Нидерланды по ВВП значительно выше, чем вся Россия. Но территория Нидерландов и территория, я специально предлагаю, так сказать, небольшое государство Нидерланды для сравнения и огромную территорию России. Если ВВП Нидерландов на душу населения, если я не ошибаюсь, там по 2021 году было где-то 55 тысяч долларов в год на душу, то у россиян 12 чем-то, 12 с половиной тысяч. Ну, размеры, если сравнить Нидерландов и России, то они просто на карте невозможно сравнить. Вот вам показатель. Россия попала в ловушку еще вот туда, в 17 век уходит. То есть она осталась где-то мышлением в 17 веке и после этого не развивалась, законсервировалась и претендует на какую-то особенность, оригинальность и так далее. Поэтому будущего у этой концепции абсолютно нет. Абсолютно. Нельзя идти задом, задом в будущее невозможно идти. Поэтому и Россия проиграет эту войну, поэтому Россия и потеряла Украину и потеряет всех своих союзников, в том числе и в Азии, и на Кавказе, потому что она мыслит категориями прошлого, она не дает надежду другим народам на лучшее будущее, не предлагает путь, как прийти к этому будущему. Она предлагает только террор, конфликты, управление конфликтами, управление этим террором, то есть силовые какие-то методы удержания своих союзников. Это никогда долговременно, ну как бы долго не живет, поэтому будущего у них нет. Эту войну русские используют как чистки внутренних колоний. Вот мы смеемся над бурятами, да, над многими аспектами, даже над тем, как они воюют, но Путин радуется, он чистит бурятию эту, как страну от молодняка, который завтра вышел бы на площадь, и сказал, Путин, так это же наша страна. Но они глупы, они плохо учились в школе, стали его орудием, пошли, умерли или вернулись домой без ног. Нам их не жалко, ни в коем случае, они оккупанты. Но с точки зрения их государства они проиграют дважды, потому что они не освобождаются с России и получают врага в лице Украины. А были бы партнером, и мы бы помогли им в свое время освободиться. Если бы они бойкотировали эту войну, мы бы их всегда выручили. И точно так же с Ингушетией, точно так же с Сибирью, точно так же с миллионом других республик, которые находятся в составе этой неорганичной имперской федерации. Поэтому я думаю, что как раз таки ответ заключается в том, что Россия хочет быть империей, у нее не получается, потому что на империю еще нужны мозги. Мозги и традиции управления. А русский алкоголь и безалайдерность никак с этим не сочетаются и не коррелируются. Если ты бухаешь и на все забиваешь, ты не можешь управлять большими объемами людей, объемами территории, объемами войск, объемами денег. Ну и самое главное, когда строится империя, когда заработанные деньги в колониях инвестируются в центр элитами. Что делают русские? Сворованные деньги в колониях, они привозят в центр, воруют в центр и вывозят за границу. И так всю историю Петр возил в Голландию, Александры возили в Германию, дальше путинские элиты повезли на Лондон, потом повезли на Штаты и всю жизнь еще все жили на юге Франции. Потом еще любили заезжать в Баден-Баден и любили заезжать в Чехию. Вот там, где рассыпались русские деньги, но они никогда не инвестировались в Россию. Вот эта безалаберность и поверхностность мышления приводила к тому, что они эту империю не построили и не построят. Тем более, что уже сегодня антитренд на империи, и логично, что они рушатся. Будут ли завоевания? Да, будут, но они уже будут в космосе. А Россию будет делить как консервную банку. Будут скрывать и делить ресурсы. Итак, делаем выводы. Человеческая цивилизация давно перевернула страничку империй и покоренных колоний. Захват и владение чужими территориями приносят больше убытков, чем выгод. Однако, в России вся власть сконцентрирована в руках одного человека, потерявшего связь с реальностью. В стране не осталось никаких предохранителей и противовесов, чтобы обезопасить себя от безумства диктатора. Путин, живущий мнимым величием прошлого, в это самое прошлое затягивает всю страну. И война против Украины этот процесс только ускоряет. С вами был Константин Игначук. Всего доброго.